Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Поразительная абсолютно вещь. Просто поразительная вещь, характеризующая, мне кажется, весь шоу-бизнес, который сложился за последние 2-3 десятка лет. Фаворит Пугачевой Сергей Савин, который участвовал в Факторе А, и который говорил о том, что она приходила к нему в больницу и говорила накануне свадьбы с заморским гастролером, внесенным в перечень физлиц, выполняющий функционально странного агента, на территории РФ Галкиным, что это так, комфорт, а вот с тобой у меня настоящие чувства с Савином. Заявил, почему у шамана, у певца шамана, замечательнейшего исполнителя, не было никаких шансов стать ее любимчиком, ну или фаворитом. Ну, она любит темненьких, он сказал. Вы знаете, друзья, я когда прочитал, это была, конечно, вообще невероятная какая-то реакция, почему? Потому что Наджиев похож, у которого рос и бриллиантовая была песня России в 90-х, 2000-х, задвинули. Говорят, похож на Киркорова, но они действительно, да, типажом. Смуглый, волосы длинные, но вот только морально-нравственные качества совершенно разные, естественно. Наджиев пел «Россия», «Патриотизм», но на сцене был тот, кто пел «Зайка моя», «Твой тазик». Теперь смотрите дальше. Они вообще мне просто интересны на этих вот конкурсах. Они занимаются отбором талантов или отбором фаворитов для себя? То есть темненький, а этот светленький. Если светленький уже поет, уже возможности нет стать любимчиком, а значит нет возможности пробиться на эстраду. И 10 лет заняло у него, чтобы он пробился на эстраду. Хотя тогда мог, если бы, может быть, был темненьким. Или, может быть, если бы он занырнул куда нужно. Вы уж меня извините. Но, вы знаете, я вам что хочу сказать. Это, конечно, это грязно, пошло, ужасно. А сам Савин куда делся? А потому что закрутил, Пугачева познакомила его со звукорежиссером, он закрутил с ней. Пугачева обиделась. Знаете, впечатление, как будто мы говорим не о творчестве, а эстраде, а как будто мы говорим с вами о каком-то, я не знаю даже, как сказать, это телепроект какой-то, знаете, там по типу Дома-2, вот что-то такое, низкосортное, просто, знаете, какие-то не наложницы, а наложники какие-то, наложники султанши какой-то. Я просто не знаю, как это назвать еще по-другому. Это ужасно, это просто ужасно, это черти что вообще. И это вот, это весь шоу-убийство. А вы думаете по-другому сейчас, я имею в виду в плане, если наоборот перевернуть, мужчина-продюсер? Ну, до готовых девчонок прыгнуть на продюсерский диванчик ради того, чтобы потом показывали по телевидению. Поэтому это, конечно, просто омерзительно. Очень хочется, чтобы это было снова чисто, чтобы это было девственно чисто, чтобы выходили, пели хорошо одетые люди, без всяких султанш, фаворитов каких-то там, я не знаю, любят темненьких, любят светленьких, чтобы это было творчество. И оценивали именно вокальные данные, оценивали талант, в конце концов. А то у нас есть музыкальные конкурсы, даже на главной кнопке страны. И все талантливые, все хорошие, все, они все пропали. Первые места все заняли, вторые, и все пропали. А поют кто? А поет та, у которой ноги длиннее. Ну, а таланты-то где? Зачем вы их тогда нашли? Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гречна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гречна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гречна. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями. Все самое интересное в телеграм-канале Будда Гречна. Новости. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Будда Гречна на отечественной платформе РУТИП. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.